Всем привет! Доброе партизанское утро! Давно не виделись, ребята. Давно не виделись. Целых четыре недели мы не виделись. Сегодня я расскажу вам, как проходит наш день, и покажу. За это время мы уже дошли до того момента, что начинаем делать перекрытие минус второго этажа. Вы только вдумайтесь, перекрытие минус второго этажа. Это уже целый шаг, ребят. Плюс сегодня еще бетон заливаем. Сетка, арматура, сетка, сетка. Здесь ребята собирают перекрытие. Там чуть дальше Надя что-то чистит. Не знаю что. Скорее всего, такие элементы. Шею свернут 2 секунды. Хочу вам показать плиту, которую мы будем заливать, ну, не сегодня, но где-то, может быть, послезавтра. Вон, ребята уже начали укладывать сетку. Ее осталось доложить везде, и можно принимать бетон. Здесь у нас троса натянуты. И вдоль, и поперек. Все готово, ребята. Вот так выглядит наш минус третий этаж. Начали разбирать пигумы, колеса, запалубку. Конечно, все так вот, все в разброс. Здесь работают китайцы. Новенькие, кстати. Вот. Вот, за вчера разобрали. Нихао. Блин, забыл, как его зовут. Вчера записывал. Он мне показывал свой паспорт, но там записано его имя. Таэр, а нам нужно найти 100 таких вот элементов с тремя перемычками. И мы должны сдать их обратно на фирму, у которой мы брали варианты. Мы их должны поменять на другие. Привезут другие леса. Плюс, что можно. Диагональность взять. А вот и Андрей, ребята. Давно не виделись. На ютубе? Да. Ты в ютуб наконец-то шоковый уже? Да, собираюсь. Ты лентяй просто, бля, к мне. Сколько прошло времени? Вот, значит, как ты на меня наговариваешь. Два? Нет, три недельки всего лишь. Ну, мисси. Четыре. Мисси. А давай я делаю вперёд. По-другому, конечно, мне нужно, чтобы ты их захватывал. Нет, вдоль. Как я вчера мне не подал, так я и поставил. С Айром мы ставили. Как они там внизу приучал, так я и поставил. А по-другому я не могу. Захар, как у тебя дела? Что нового у тебя за последний месяц? За месяц? Да. Что у тебя нового за месяц? За месяц? Да. Зарплату подняли. Двое ребят идут, Коля и Саша. Они занимаются тросами, натягивают троса. Здоровый с Колей. Коля говорит, слава Украине. Я им встречаю. Девое слава. Саша. Здоровый с Сашей. Он говорит, живи Беларусь. Я ему говорю, живи Вечно. И все, и пошли ребята дальше. Вот такой вот приветствий у нас, ребята. Доброе утро, господа. Мы опять на стройке. Что нового за месяц? Войнушка у нас началась на Украине. Россия к нам пошла. Наверх подняли 74. То есть мне нужно оттуда 26 штук еще. Да, 26. Они как раз лежат 26. Сейчас поднимаем Акро. Сила цепляет, чалит. Здесь Андрей сверху. Новый стропольщик. Кстати, его зовут Петя. Петя, тебе привет. Ты на Ютубе. Здесь Надя подчищает вот эти вот отверстия. Не отверстия. Места, где ребята закручивали, натягивали крыльца. Вот, например, здесь вкладывают вот такую вот решеточку, как армирование. И дальше уже сверху чуть-чуть бетона, чтобы это все подровнять, заровнять и было аккуратно и красиво. Ребята доделывают троса, а наши ребята раскладывают сетку. Вот Петя новый, стропольщик. Работает с китайцами. Ну, как, Петя, получается? Макшир плохой? Говорит, плохая рация. Эту плиту будем заливать завтра. Я, если честно, думал, сегодня во второй половине дня. Оказывается, нет. Здесь ЦИУ подравнивает арматуру. Сегодня мы заливаем вот эту стену. Вот сейчас китайцы принимают бетон. Тут стоит отсечка. Та часть не наделана. Пойдем туда. Ребята, вот эта стена. Вот прямо отсюда. ЦИУ обрезает арматуру для будущего проема. Дим, привет. Ну, как ты поживаешь? Понятно. Что нового за месяц? Что нового? Все по-старому. Что сегодня? Трубочки вставляешь сегодня? Ты лица заблюривай. А что ты стесняешься своего лица? Конечно. Вот так вот. Дима стесняется своего лица. А чего? Это авторские права. Авторские права? Так ты ж не публичная личность. Ну что? А ты вот и знаешь. Я так думаю. Так мало ли что думаешь. Так покажи мне свое творчество. Я с тобой поделюсь. Хорошо. Ты что, до сих пор не посмотрел? Обнаглел? Тройка за миллиард. 500 подписчиков. 500. Я сейчас вам покажу, как с помощью вот такой горелочки легко и просто снимается изоляция. Она снимается гораздо легче ножичком. Чик и все. Ножичка нету? Нет. Поставлять ножичком нужно снимать кто-то ого, а ты его заводишь. А здесь, блядь, под барзелькой тяжело ножичком снимать. Просто залезать тяжело здесь. После того, как вставили трубочки, обязательно надо запенить. Чтобы ничего не испортить. Потому что бетон попадет внутрь. И наши троса придется переселывать. А здесь на другом фланге Ваня, греясь на солнышке, армируют наши платы, чтобы они прочно держались в бетоне. Ваня сегодня плохое настроение. Он порвал штаны себе. Не разговаривает со мной. Бывает, что поделать. Аккуратненько залили все по периметру. Палубка наша выдержала все в порядке. Здесь небольшой объем. Около 5-6 кубов по периметру залили. Вообще наша опорная стена по периметру. Она получается идет вдоль стены соседней. Заходит до угла. И здесь еще 5 метров. Здесь уже внутри ее не будут. Каждый день в 11 часов я хожу, проверяю счетчики. Показания воды записываю. Здесь уже где-то месяц ребята делают вот такое благоустройство. Террасу делают. Здесь вот такой вот подиум. Для того, чтобы можно было в качестве посетителя просто зайти. И здесь будет офис продаж компании-застройщика. Здесь тихо, спокойно. Приходишь, отдыхаешь по пути. У меня уже сформировалась привычка. Захожу в магазин в H&M. Покупаю несколько булочек. Прихожу сюда. Съедаю эти булочки. Проверяю счетчики. И назад. Ровненько к обеду. Здесь хорошо. Особенно, когда солнышко светит. Вообще, сегодня погодка хорошая. Здесь стоит наш офис продаж. Который мы пытались открыть. И у нас не получилось. Не получилось, потому что нам не дали разрешение, чтобы он здесь функционировал. Самое интересное, что разрешение его поставить здесь дали. А чтобы он заработал, не дали. Вот такой вот парадокс. И его надо убрать отсюда. Но у нас некуда его убирать. Поэтому он здесь стоит. Я не знаю, до каких пор он здесь будет стоять. Но пока тут. Сегодня приходится работать с Алией и с Мамуном. Один целый день сидит, языком трепет. Второй целый день ходит туда-сюда. Где-то прячется вот здесь. Делают вид, что все в порядке. Но, ребята, нифига не в порядке. Как вы знаете, наверху мы собираем акро. Делаем упалубку. Все материалы мы берем отсюда. Здесь у нас разные размеры. Мы разбирали все это. Скидывали, складывали. Доки, щиты. Наверху есть чертеж, по которому ребята собирают. Они говорят, что им нужно на ближайшее время. И отсюда ребята формируют такие заказы. Все это носят туда, чтобы краном можно было это зацепить. И поднять наверх, подать ребятам. Например, вот сложили пачку доков. Плюс вот стоят товниты. Ой, не товниты, а щиты. Заливать мы все-таки будем эту площадку завтра. Сейчас вот немножко надо прибрать пену монтажную. То, что мы запенивали. Надо кусочки убрать, почистить. Она, в принципе, уже готова под заливку. Завтра будем заливать. Толщина ее 40 сантиметров. Троса готова. Сетка готова. Все, в принципе, готово. Есть определенные размеры. Чтобы высота стал плавно, конечно. Хорошо, надо сейчас выставить по размерам. Плюс, минус. Если вы собираете аккуратно, то начинаете с молоком и пастать. Да. Это просто 2 или 3 сантимов. Потом уже берешь лазер. И лазером метки делаешь. И там плюс 2-3 сантиметра уже выставляешь. Так легче. Сергей, а как твой день прошел? Расскажи. Какой день? Не устал? О, ладно. Ты не устал, Саш? Устал. Так может, отдохни? Я же домой хочу, на родину. Ура, отдохни. Да, отпуск хочу. Хочу к жене, к семье своей. Всем хочу передать родственникам. Большой привет пускай держатся. Родни свои. Ну, там, братьям, сестрям, папе. И всем близким, кто меня знает. Тоже всем привет. Особенно жене своей Марине. Любую, ее целую. Пускай ждет тоже. Ребят, сейчас я вас познакомлю с китайцами. Его зовут... Чан. Цан. Цан? Цан. Окей. Ты говоришь Englisch? Englisch. Что ты можешь сказать? Если много людей... Чича. ...стают смотреть на видео... ...не хочет никак взаимодействовать. Аколь беседер? Аколь беседер, Оле? Аколь беседер. Этого парня я не знаю как зовут, я не знаю вашего имена. Это Ли, да? Ли. А Кольбиседер Ли? Кольбиседер Ли. Что ты можешь сказать для людей, которые будут смотреть это видео? Вася! Вася! Ну как идет? Сегодня Петя с краном поработал первую половину дня, а сейчас с ребятами делаю эту палубку. Наверное нормально работает, понимает что к чему. В Жору! В Жору, Жора! А вы не слишком много за сегодня сделали? А вот так выглядит моя дорога домой. Можно ехать разными способами, но я выбираю способ возле набережной. Едешь себе спокойненько по тротуару, а не по дороге. Наслаждаешься морем, солнцем, видами. Идей немного, поэтому нормально. И я на небе, милая моя на небе. Зор моя на небе, Ведь колы теперь знайшо. Доброе утро, друзья! Сегодня я просыпаюсь от того, что дождь стучит по моей террасе. Буквально через 3-4 минуты звонит будильник. Я думаю, капец, сегодня заливаем бетон, а на улице дождь. Но сейчас он успокоился. Хотя синоптики говорят, что 100% дождь целый день, плюс еще завтра. Будем надеяться на лучшее, ребята. Я на месте. Сегодня мы заливаем вот эту вот площадку, часть перекрытия. Сюда у нас по расчетам 150 кубов, но мы заказали чуть больше. Поэтому сегодняшний день, сегодня предстоит все это залить. А ребята вчера забыли болгарку. А сегодня прям она вымокла вся. Вот так вот делать нельзя. У нас высота минус второго этажа 3,25. Конечно, не сравнить с высотой минус третьего этажа. Там 4,25, а в некоторых местах 4,45. Поэтому там кажется вообще большущий. А здесь кажется он такой приземленный, маленький. Вот ребята начинают делать перекрытие. В плите все готово. Заармировали наконечники тросов. Усилили их арматурой. Плюс вчера мы максимально почистили все от монтажной пены. Все убрали, все куски. Но что-то вот за ночь прилетело. Ночью ветер был просто вообще сумасшедший. Мне кажется сюда поналетало всякой ерунды. Ребята будут еще раз все это вычищать перед заливкой. У нас тоже все готово. Ребята вставили вчера трубки. Для того, чтобы в последующем, когда плита будет залита, сюда можно было закачать специальный раствор. Цемент с водой. Потому что эти муфты заполняются именно таким раствором. Конденсиончики установили гильзы. Пару дней назад. В принципе все готово. Пришел на работу. Дождя не было. Буквально пять минут и начался такой ливень. Просто жесткий. С градом при том. Градом. У нас самое нижнее место здесь. Перекрытие. Посмотрите. плохо видно, ребята. Но здесь, я думаю, там хорошо слышно. Но вода прям как из ведра льется. Как ребята будут заливать, если будет такой дождь. Я даже представить не могу. А он прям плотный, прям хороший. Какой зимой, как зимний такой. У нас здесь фундамент. На нем стоит кран. И вода сливается на этот фундамент. И вот так вот сюда вниз. А здесь конденсионное отверстие. Тоже вода фигачит прямо из него. Если такой дождь минут тридцать будет идти, то здесь зальется нафиг. Ну что, ребятки. Папандос. Привет. Как вы будете в такую погоду? Редем вниз, да? Да, ну. Целый день такая погода, ребята. Динозавтра. Привет. Привет. Как они будут заливать? Ма. А так? А вот так. А вот так. А вот так, Али. Али, а ты гамлимата? Привет. Андрей, расскажи, как вы будете работать в такую погоду? На этом будем работать. Что, будете работать? Ну, мне нужно там разбирать... А заливать? Сегодня же бетон 150 кубов. А заливать? А где наш не заливать? Отмена? А какие дурак не делать? Наш? Значит, я не знаю. По дорогам реки, ребята. Понятия не имею, как ребята будут работать. Что еще в такую погоду можно делать? Как не просто стоять где-нибудь под крышей, где нет дождя? И грызть семечки. Ушел в магазин. Взял вот такие вот от Мартина. Здесь они такие довольно мелкие. И взял такие вот арабские. Крупные, большие. Это все вместе. Обошлось мне 22 шекеля. Получается около 7 долларов. Тем временем, пока снаружи идет дождь, здесь полным ходом ребята, китайцы, разбирают опалубку. Работать все очень сложно. Электричество убивает постоянно. Здесь путь воды все залило. Провода лежат в воде. Узло постоянно срабатывает. Свет вырубает. Ребята надо платить. Разбирать. Акро. А освещения нет. Вот мой фонарик на телефоне. Будете заливать сегодня бетон? На хуй он мне нужен. Отойди оттуда. Кто там такой сумасшедший? Дождь закончился. Небо вроде более-менее прояснилось. Но все равно фенопчики передают, что 100% дождь. Целый день. Поэтому сейчас минут 10, 15, 20. Будет нормальная погода. А потом опять. Вы заливаете или нет? Заливаю. Заливаю. Уже бетон приехал? А это что? Нет, такие вот. Салон такой. Бетон уже на месте? Еще нет. Мышева разложилась? Да. Очень тяжело будет ребятам заливать плиту. Сейчас вроде бы дождя не было. Нормально бы располагалось. 20 минут прошло. Вот опять такая вот экспертация. Вам задача залить сегодня? Да. Это жесть будет. Все, блядь. Пацанов троих взяли. Я вышел, они троих. Говорю, блядь, давайте я вам поможем. И остаемся с ними помогать. Вася с насосом стоит. Ему помогают Андрей и Саня. Три человека. Управляют вот этот парень. А Слава и здесь. Слава, что ты делаешь? Что это? Чтобы ребятам не залило вот это крепление. А ты что раздетый? Что я раздетый? Класс. Ты что за бетон будешь принимать? Мы под крышей. Мы под крышей. Нет, вы будете бетон принимать. На тебе компьютерку. Хороший парень. Давай. Давай две. Я не против. Держи. Благодарю. Хороший парень. Хотел передать привет родным, близким. Терпение им там самого хорошего. Непростое время. Расслабься. Ты напрекся так, как будто это. Как будто тебе миллион человек смотреть тут. Что у тебя нового заметить? Расскажи. Ровно месяц назад Россия напала на Украину. Все плохо. Это самая, самая таргичная для нас новость. И мы еще в чужой стране. Как это? На сердце тяжело. За своих родных переживаем. В первую очередь. Да, Санечек. Как твоя семья? Кого были деньги, те за границу. Уехали. Кого денег нету, сидят в подвалах. Кто и без подвалов остался. Бомбят жестко. Беженцы по всей Украине разбежали. Хуже нету, когда война. Хуже нету, когда война. Хуже войны в стране. Ничего. Хуже. Дамасаня начал разговаривать. Обычно он молчит. Но за войну у него больная тема. Говорили раньше, лишь бы здоровье было. А теперь... Лишь бы войны нету. Лишь бы войны нету. Случился очень большой перерыв. Непонятно, с чем связаны. Отсюда один миксер вылили? Один только или два? Вот, вылили один миксер и уже перерыв минут, наверное, тридцать. Сейчас ребята переживают, что вот эта вот куча может схватиться, прихватиться и застыть. С помощью вибратора будут вибрировать, опускать этот бетон ниже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Несмотря на такую дождливую погоду, все равно заливаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такое солнышко вышло, ребят. Конечно же. Конечно же. Вкуснейшая, свежая булочка, ребят. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь могла бы быть ваша реклама. Продолжаем заливать. Готово. Готово. Саня подравнивает ее после того, как залили. У него ответственная работа. Давай, Саня, аккуратненько. Все зависит только от тебя. Из-за машевы у нас случился простой 40 минут. Не было бетона. Сломалась машева. Пытались ее отремонтировать, сделать. Что случилось с ней до сих пор, не знаю. Но починили. И она работает. А как вы делаете? Да, да. А как вы делаете? Да, да. В сегодняшний день мы заливаем 150 кубов. Надо сделать это быстро и максимально эффективно. Для этого мы заказали вот такие 12-кубовые миксера. Вот они приезжают и заливают. У них бочки чуть больше. Обычные миксера возят по 8, а эти по 12. До самого угла машевание достает. Пришлось удлинять шланг. Вот сейчас ребята вчетвером держат его. Он полный бетоном. Заливают. Это одна из самых дальних точек. Практически закончили. Мне до процентов 85 залили. Да. Пришлось немножко вымазаться. Come on guys, come on, come on. Do it, do it, do it. А что, догребсти в угол вы хотите? Да, давай, греби. Ну как, ребят, справляетесь? Нормально? Да. Помощь нужна? Да. А втроем, втроем удержите? За литрой с 5. Без Васи удержите. Мне Васю надо немного на 5 минут позвать. Вот так вот заставили меня работать. Дали грабли. Дали греби отсюда. Ребята пытаются объяснить парнишке, что нужно делать. А он ни в какую не понимает. Помните эти пластины, наконечники, которые Ваня вязал вчера? Они вот полностью заливаются бетоном, закрываются и остаются в бетоне. И с той стороны, с противоположной, этот трос натягивается. А эта пластина держит этот трос вот здесь. Фиксирует его. Плюс еще дополнительно усилами усилили арматурой. Вот такие вот хомуты сюда закинули. Вот так они вот выглядят. И связали их. Поэтому здесь, с этой стороны, трос намертный. «Рамам-бахаем-бром» Закончили на сегодня с трос, осталось только побыть на живу. Убрать после всего этого и все.